На портал экзекет поступил вопрос, какая вера вменится вместо дел? Ну вот, та вера, из которой дела вытекают, потому что если человек верит в Бога, не просто признает его существование без всяких логических следствий, а если человек верит в Бога, то естественно он имеет страх Божий, он боится от Бога отпасть. Он боится Богу не угодить, он боится греха. Поэтому из его веры вытекает, естественно, жизнь по вере. Если же вера, как, к сожалению, бывает у людей, ну я верующий человек, но в церковь не ходит, Бога не молится, по заповедям не живет, то такая вера мертвая. И она ничего не дает. Есть слова священописания, и бесы веруют и трепещут. Но бесовская вера, вера бесов, она не дает бесам спасения. Они знают, что Бог есть, они даже Бога по-своему боятся, но Богу не угождают и к добру не идут, предпочитают оставаться во зле. Поэтому мало просто признавать существование Бога. Ну, естественно, если Бог есть, чисто даже послужать логически, вот Бог есть, но какие-то выводы надо из этого признания делать. Просто задуматься, а кто такой Бог? Кто такой Бог? Что Он от нас хочет? Какие с Ним должны быть взаимоотношения? Естественно, захочется после таких вопросов почитать Евангелие, которое как раз написано для верующих людей, как Богу угодить. Захочется молиться, чтобы узнать волю Божию по конкретным, например, вопросам, не только принципам. Вот поэтому вера, которая только признала существование Бога, но не делала никаких выводов, это, конечно, недоразумение. Это недоразумение. Это настоящая вера. И когда люди себя утешают, ну, мы же верующие, ну, мы в храм не ходим, да, ну, мы верующие, в принципе. Ну, да, вы верите, но это не значит, что вы с Богом находитесь. А если вы думаете, что вы находитесь с Богом, то почему так думаете? Из каких соображений? Говорят, совесть. Я живу по совести. Да, совесть – глаз Божий. Но, к сожалению, мы люди, у которых есть грех, и наша совесть не всегда хорошо работает. Она, наверное, не работает. То есть мы что-то делаем, а совесть нам не подсказывает, что мы должны по-настоящему делать, чтобы угодить Богу. Из нашего греха. Откуда мы знаем, что у нас не такое состояние? Даже когда человек молится, верующий человек молится, и то, иногда у него настолько вот, бывает, какого-то вопроса, вот такое твёрдое мнение, абсолютно неправильное. Ну, твёрдое. Но когда молится, он помолился, мнение его осталось таким же. И он думает, что это мнение – воля Божья. А на самом деле, просто Бог не мог пробиться сквозь вот это его мнение. Насколько он был, у него внутри незыблемое было. Потому что Бог не насильник. И человек, он, так сказать, утешает себя, что он живёт по вере, по совести, а на самом деле ничего подобного. Чтобы вот этого не было, у нас есть инструкция. У нас есть Писание, которое нам дает чёткие критерии жизни по вере. Чёткие критерии, что от нас хочет Бог. И вот это надо почитать, посмотреть. А ты соответствуешь? Твой внутренний мир этому соответствует? Твоя вера этому соответствует? Поэтому, дай Бог, чтобы наша вера действительно была такая, чтобы вменилась нам вместо дел. То есть, иначе говоря, она была настолько глубокая, что наша жизнь, естественно, вытекала из этой веры. Ну, и, соответственно, были, соответственно, дела. Ещё есть момент такой, что, если говорить об этой фразе, что нам, наша совесть, верующим людям, которые выцерковлены, стараются жить по вере, она свидетельствует наша совесть. Что мы поверить не живём. Вот люди не очень верующие. Они могут говорить, что мы живём по вере, у нас всё хорошо. А люди верующие по-настоящему. Вот у них сейчас бывает большое сомнение, насколько они соответствуют этой своей вере. Но они верят, что Бог их спасёт. Они стараются, хотя их дела на 100% не соответствуют тому, что их даже, собственно, совесть свидетельствует об этом. Не говоря об Евангелии. Но они всё равно верят, что если они будут идти к Богу, если они будут стараться, то Бог их спасёт. За то, что они верят, что Бог есть любовь. И они всё-таки пытаются жить по вере. Они стремятся к Богу, хотя эти, повторяю, дела не соответствуют тому, что это нужно. Вот это тоже, можно сказать, что это вера, которая, так сказать, меняется в праведность. Но, повторяю, это та вера, которая всё равно, в конечном счёте, плодоносит какими-то делами, пусть они и не покрываясь всех наших грехов. Но, тем не менее, это дела есть. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.